МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Главными новостями вторника вас познакомлю я, Олег Рудаков. В начале выпуска коротко о главном. Я человек привитый, хожу себе спокойно, в маске, никого не трогаю. Ажиотаж вокруг прививки. В Орле дефицит вакцины от коронавируса. Губернатор посоветовал желающим вакцинироваться, уточнять в своих поликлиниках, есть ли там возможность прививать. Капитальный ремонт для данного моста не предполагается в связи с тем, что проезжая часть пешеходная не соответствует ГОСТам и СНИПам. Закрыть на реконструкцию или пользоваться дальше? Колхозный мост, закрытый из-за плачевного состояния его конструкции, два месяца назад обследует, что собирается делать с ним мэрия. Привести в порядок крышу и фасад. 50-й дом по Октябрьской, подрядчика на ремонт которого не могли найти годами, начнут ремонтировать на следующей неделе. На самом деле очень мало пособий есть, которые способствуют подготовке к ЕГЭ по китайскому языку. Объяснится с каждым пятым. Орловский школьник самостоятельно выучил китайский и сдал по нему ЕГЭ. 9 800 доз вакцины и пивак короны, которые ждали в Орле в воскресенье, пока к нам не приехали. О дефиците в регионе препаратов, которыми прививают от COVID-19, в своем прямом эфире рассказал глава региона. По вакцинации мы, к сожалению, опять подошли к ситуации, когда вакцина заканчивается. Поэтому я вот сразу, прежде чем буду называть там цифры, итогово по вакцинации прошу всех, кто записан на вакцинацию, завтра, послезавтра, прозваниваться в медицинские учреждения, уточнять, чтобы не тратить время и не приходить впустую. В больницах области осталось 2878 свободных слотов препарата «Спутник Ви». Но спрос на вакцинацию у орловчан только начал увеличиваться. Получили в «Спутник» первую дозу 133 601, эпивак 4 633, ковивак 742 человек. QR-коды в области вводить не будут, а вот возможного локдауна пока глава региона не исключает. Те темпы, которые сейчас мы видим по стране, у нас уже ряд регионов вводили локдаун. Я сделаю все, чтобы его не было. Но от нас с вами зависит вакцинация, маски, обработка рук. Вот и всего лишь то, что нам нужно с вами сделать. То есть, я человек привитый, хожу себе спокойно, в маске никого не трогаю. Тем временем динамика распространения заболевания на территории Орловской области стабильно высокая. За минувшие сутки 89 орловчан заразились COVID-19, 86 человек побороли болезнь и трое умерло. Вечером понедельника на улице Лескова сбили пешехода. 17-летний парень переходил дорогу по пешеходному переходу. Дойти до тротуара он не успел. Водитель транспортного средства ВАЗ-2112 двигался по улице Лескова со стороны улицы Полеска в направлении улицы Тургенева. И в районе дома номер 3 по улице Лескова допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2004 года рождения. Двигался слева направо по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу. Сбитому жигулями подростку потребовалась медицинская помощь. Вот уже почти два месяца, как в Орле, закрыт для проезда колхозный мост. Причина – начавшееся разрушение его конструкции. Всю тяжесть состояния, а следовательно и дальнейшую судьбу моста должна была определить специализированная организация. Что за это время удалось выявить ее специалистам, расскажу далее. С 15 мая передвигаться по колхозному мосту могут только пешеходы. Для движения автотранспорта это мостовое сооружение закрыто. Сделано это было в связи с аварийным состоянием моста. Такое решение было принято комиссией по речеозвучайным ситуациям администрации города Орла. На каком этапе сейчас находится обследование и какие работы, возможно, здесь будут проводиться, мы узнаем у представителя УКХ города. Здравствуйте, Денис. Скажите, пожалуйста, на каком этапе обследования и что удалось установить специалистам? Значит, подрядная организация, проект-сервис занимается данным объектом, проводит обследование, техническое обследование, по результатам которого будет предоставлен технический отчет и заключение о дальнейшей эксплуатации данного моста. 9 июля на объекте работала техническая лаборатория. На мосту проводились замеры толщины балок и перекрытий. Под пристальное внимание попал бетон, из которого сделаны составляющие моста. Его проверяли на наличие пустот, трещин и деформаций. Также специалисты лаборатории изучили геометрию моста, прогибы металлической конструкции и ее расслоения. И хотя мост был закрыт 15 мая, то техническое заключение будет готово лишь 19 июля. Связано это с тем, что ушло время на подготовку контракта, на торги и по контракту дается 40 дней на проведение экспертизы, на проведение обследования. О дальнейшей возможной судьбе колхозного моста мы узнаем у Дениса Гудкова. Денис, как вы считаете возможные варианты развития событий? Вообще три варианта развития событий. Это открытие моста с какими-то ограничениями, капитальный ремонт или реконструкция. Капитальный ремонт для данного моста не предполагается в связи с тем, что проезжая часть пешеходная не соответствует ГОСТам и СНИПам. То остаются два варианта. Либо реконструкция моста, либо открытие с ограничением движения по массе транспортных средств. Ну что ж, о судьбе колхозного моста мы узнаем совсем скоро. После того, как подрядная организация передаст заключение в администрацию города, мэрия будет принимать решение. Олег Рудаков, Андрей Погосян, Телеканал, Первый областной. Более тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Орловском регионе в этом году. Среди отрезов Октябрьская 50. Подрядчика, который согласится отремонтировать этот проблемный объект, фонд компремонта искал долго. И вот недавно состоялся конкурс. Наталья Пехтерева продолжит. Деревья на прогнившей крыше 50-го дома по Октябрьской, казалось, останутся там навсегда. Они распускают свои почки тут каждую весну и убирают их оттуда только после того, как СМИ обращают внимание коммунальщиков на эту проблему. Но лес на крыше не самая большая проблема этого жилого здания. Дом давно разрушается. Фрагменты отделки камни падают на тротуар. Первый областной рассказывал о состоянии этого дома не раз. Я живу, у меня квартира, сыпется от фасад, вот штукатурка отваливается, и она бьет по подоконникам. Мне, например, страшно иногда, что стукнет в стекло и разобьет. Ну и, конечно, мы ходим вот под домом и вокруг дома, и не только мы люди. Очень страшно, когда сыпется штукатурка в таких вот больших объемах. Несущие балки, которые основную, да, выполняют функцию поддержки крыши, вот они все напрочь гнилые, потому что, ну, влагу пропускают. Попытки отремонтировать дом предпринимались. Подрядчика искали год назад. На конкурс тогда не поступило ни одной заявки. Компания, желающая отремонтировать дом, потом все-таки нашлась и снова не сложилась. По состоянию на дату подписания договора на 11 января 2021 года данная организация не предоставила банковскую гарантию и также уклонилась от подписания договора. На данную организацию было подано заявление ФАС и согласно решению ФАС данная организация была признана уклонистами от подписания договора. После чего дом также был третий раз выставлен на торги и также ни одна организация не заявилась. И вот теперь фонд Капремонт определился с подрядчиком. Работы будет выполнять компания из Орла. Контракт подписан 5 июля. Работы начнутся в конце этой недели. Предстоит выполнить работы по первой очередной. Это ремонт кровли, ремонт фасада. Инженерные сети, это скорее всего пойдет вторым этапом. Жители беспокоятся, не повлияет ли подражание строительных материалов на то, как будет проходить ремонт этого дома. На данный контракт у нас предусмотрено 9 миллионов 354 тысячи рублей. Подрядчик, насколько мне известно, материал уже, основные материалы, то есть это пиломатериал и металл, закупил. Так что я надеюсь, проблем не будет. Насколько вызывает сомнения в их работоспособности, но время покажет, тут сейчас загадывать нельзя. Работали вы с ними? Нет, они у нас зашли только недавно. Они взяли у нас, кроме этого дома, еще один дом на московской 66. Два дома правильно работать. За три года в Орловской области планируют отремонтироваться выше тысячи многоквартирных домов. 411 только в этом году. Наталья Пексель, Андрей Погосян, телеканал Первый областный. Партнер программы «Главные новости» – Брянский мясокомбинат. В полку социальных предпринимателей региона прибыло. 24 участника программы «Введение в социальное предпринимательство» вошли в их число. Сама программа реализовывалась при поддержке центра «Мой бизнес». Подробнее об этом расскажет наш экономический обозреватель Анастасия Гришина. Настя, привет. В каких сферах расширили свои знания участники программы? Олег, привет. В маркетинге, бизнес-планировании и финансовых дисциплинах. И при этом обучались они с применением современных видов образовательных технологий. Самообучение проходило в течение четырех дней. Помимо получения новых знаний, орловские социальные предприниматели смогли обменяться опытом и узнать от коллег о новых рабочих моделях бизнеса. Участники программы также могут получить господдержку своих социальных предприятий в виде гранта до 500 тысяч рублей. Ну и кроме этого, все они получили удостоверение о повышении квалификации. «Орелстат» опубликовал данные о ценах и тарифах в регионе. В июне по сравнению с маем на потребительском рынке Орловской области они повысились в среднем на 0,6%. При этом продовольственные товары в среднем подорожали на 0,3%. В итоге стоимость минимального набора продуктов питания в регионе к началу июля выросла на 4%. Что касается отдельных товаров, то подсолнечное масло подорожало за месяц на 1%. Также отмечается рост цен на сосиски, сардельки и шоколадные конфеты. В лидерах по росту цен морковь плюс 37% и картофель плюс 27%. Крупнейшим покупателем орловского зерна является Латвия. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора. В текущем году с территории Орловской и Курской областей всего было экспортировано более 456 тысяч тонн подкарантинной продукции. Из них 341 тысяча тонн – это зерно и продукты его переработки. А также 36 тысяч изделий из древесины, тары и упаковочных материалов. На все эти грузы было оформлено 9208 фитосанитарных сертификатов. На долю Латвии пришлось около 57% объемов экспорта зерна и продуктов его переработки. 27% отгруженного на экспорт зерна пришлось на Беларусь. В регионе заметно вырос объем кредиторской задолженности. На начало мая ее размер у предприятий и организаций составил 5,5 миллиардов рублей. Рост за месяц составил 5%. По данным Орел Стату чуть более 50% всех долгов орловского бизнеса приходится на сельское, нелесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство. Здесь предприятия должны кредиторам почти 2 миллиарда рублей. Более 33% задолжали предприятия, работающие в сфере обеспечения электрической энергии, газом и паром, кондиционирования воздуха. В рублевом эквиваленте это чуть более 1 миллиарда рублей. На этом у меня все. Спасибо. Это была Анастасия Гришина с новостями экономики. А мы продолжаем. По итогам прошедших пяти месяцев текущего года индекс промышленного производства в Орловской области превысил 14%. Объем отгруженной продукции составил 68 миллиардов 200 миллионов рублей. Статистику эту обсуждали во вторник на заседании Координационного совета по промышленности Орловской области при губернаторе региона. Андрей Клочков отметил, рост показателей говорит о стабильности региональной экономики. Промышленность остается базовой составляющей нашей экономики. Здесь занято более 45 тысяч человек. Это около четверти экономически активного населения. Промышленные предприятия обеспечивают третью часть налоговых поступлений. Об участии предприятий области в федеральном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» доложил начальник управления по макрорегиону номер 6 автономной некоммерческой организации Федеральный центр компетенции в сфере производительности труда Игорь Алев. Также в рамках заседания в преддверии профессионального праздника губернатор вручил награды Орловским металлургам. Китайский – один из самых сложных языков в мире. С 2019 года школьники имеют право сдавать его на едином государственном экзамене. В этом году таким правом воспользовался и орловчанин Всеволод Климов. Язык он выучил сам и который набрал на экзамене 93 балла. Артем Смахтин встретился с необычным выпускником и готов о нем рассказать. Переводчик – это очень важная и востребованная профессия. Учить английский язык – отличный выбор, но гораздо перспективнее постигать азы китайского. Именно этим сейчас занимается наш герой Сева Климов. Сева, как дела у тебя? Здравствуйте, все хорошо. Готовимся к вступительным экзаменам по китайскому языку в ВУЗ. В детстве Сева хотел стать музыкантом и играть на скрипке. Но отцу парня эта идея не понравилась. Шутком предложил ему выучить китайский. Главным аргументом было то, что китайцев на планете полтора миллиарда и знание языка поможет зарабатывать. И что-то я походил, подумал, так помялся. Подхожу через неделю, говорю, хочу учить китайский. Вот с того момента мы и начали искать преподавателя. Нашли одного, что-то не заладилось, нашли другого. Меня переучили китайскому языку с нуля. И в итоге вот сейчас имеем, что имеем. И я в итоге сдавал экзамен по китайскому. Учит язык парень с 10 лет. Сейчас ему 18. Путь был долгий и трудный. Родители Севу на нем поддерживали. Мы не думали, что он к этому отнесется серьезно. Ну и начал учить китайский язык. После полугода обучения языка он пришел. Ему было 10 лет. Он сказал, мам, тяжело. Ну то есть его никто палками не пинал. Если тяжело, у тебя есть выбор всегда. Главные производители товаров в мире – это китайцы. Множество инструкций по применению тоже на китайском. Одну из таких Сева без труда смог перевести. В переводе с китайского языка это означает, что инструкция по использованию мототехники. То есть мотоциклов. Скажи, где написано про мотоциклы вот здесь? Про мотоциклы написано... Мод хо чхо – это мотоцикл? Да, верно. Это правильно. Мод хо чхо – это инструкция от мотоцикла Сева. Мне кажется, вообще нет проблем ни с какими документами. Могу сказать то, что глубокого зеленого цвета был мотоцикл. Ся ку люль – это зеленый цвет. Именно темненький. Поступать парень планирует в московские вузы. Переводчиком быть не хочет. Больше видит себя в чем-то смежном. Например, в международной юриспруденции. Именно ради этой цели он сдавал ЕГЭ по китайскому. Правда, подготовка была не из простых. На самом деле очень мало пособий есть, которые способствуют подготовке к ЕГЭ по китайскому языку. Получается, я готовился индивидуально со своим преподавателем. Она мне давала различные варианты. Мы нарешивали, грамматику проходили, рассматривали различные аспекты языка. По грамматике китайский язык несложный. А вот произношение и голиграфия – это очень трудно, признается парень. Но несмотря на это, Сева успешно применяет язык в повседневной жизни. Встречались мне китайцы, которые не могли купить в Макдоналдсе бургер. Пришлось помогать и переводить. Ты можешь прямо сейчас произнести на китайском? Смотрите Первый областной. Знания китайского у Севы на очень хорошем уровне. А в ближайшем будущем он планирует лично посетить Поднебесную. Артем Смахтин, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. Орел отметил очередную годовщину начала операции Кутузов. Так называлась стратегическая наступательная операция, которая началась 12 июля 1943 года. В результате этого советского наступления наша область была освобождена от фашистов, а десятки тысяч советских солдат легли в ее землю. И вот 92 из них вернулись с полей Новосельского района. Как их провожали даже судебные приставы и 75-летние поисковики из Татарстана, расскажет Сергей Быковский. Пока все рассаживаются, заметим, что телевидение и всякий видеоблогинг сильнее остального медиа. За счет эффекта присутствия и соучастия. Эффект этот и преимущество ТВ перед остальными СМИ объясняются наличием видеоряда, предлагаемого зрителю. Ведь зритель смотрит на экраны, будто оказывается на месте происшествия. Поэтому советуем, с помощью того эффекта, будто присядьте на лавочку, послушайте, будто очевидцы. Это военно-исторический и мемориальный комплекс Вяжа. Митинг, посвященный прощанию с 92 бойцами, которых нашли поисковики. Ну и по поводу очередной годовщины операции Кутузов, во время которой была освобождена Орловщина, а те самые бойцы погибли. Один из поднятых бойцов, имя которого нам удалось восстановить, им стал Колобаев Сергей Петрович. Он был опознан по подписной ложке. В кратчайшие сроки нам удалось восстановить родственников. Старший сержант Колобаев не спустится с остальными в братскую могилу. Уедет к родне Москву. Там будет похоронен. Кого мы сегодня перезахораниваем? Это бойцы 348-й стрелковой дивизии и 118-й отдельной штрафной роты, которые принимали участие в прорыве немецкой обороны. Это разведка боем 11 июля 43-го года. Читайте во всех учебниках. Операция Кутузов началась, дескать, 12 июля. Но в этих краях она началась днем ранее, когда в результате разведки боем солдаты ложились сотнями. Друг на друга, груда метел. И многие сотни их до сих пор лежат в поле, давно отдав свои соки психозкультурам. Остались от них одни косточки. Поэтому и 9 гробов для 91-го человека. И да, хоронят их, если верить банку данных, мемориал и донесениям о потерях, уже в третий раз и впервые по-настоящему. Каков их был путь формально? Тогда захоронены сразу после боя. Чуть позже перенесены и с воинскими почтами упакованы здесь, на вяжах. Но по факту сегодня вместе с вами на своих руках мы их перенесем в братскую могилу, восстанавливая историческую справедливость. Нашли солдат, увы оставшихся безымянными, поисковики из отрядов Отечества памяти Неруч, помогли отряд Костер, благотворительные фонды Победа и Новотранс-5П, Управление службы судебных приставов и региональный следственный комитет. Именно он сделал ДНК-экспертизу, точно установившую упомянутого выше москвича Колобаева. А работы у поисковиков вал. В том числе еще не перевернута земли. Например, тут же подошла к ним местная жительница, говорит, в брошенном огороде бабушки, возможно, похоронены забытые ныне бойцы. Известно со слов матери, здесь пережившей войну. И она говорит, здесь было месиво из солдат наших и немцев. Река вся была красная, трупы были вперемешку. Это было очень страшное зрелище. Кстати, прошлое здесь вспоминали многие. Это поисковик из Татарстана, приехавший со своим отрядом из Верхнеуслонского района. Район Верхнеуслонский вышел с инициативой помочь населению освобожденных областей. Именно Орловской области. Ей 75, но в поиск Римма Сергеевна пришла всего несколько лет назад. Чем не пример? В том числе для тех, кто ограничивается лишь телевизионным эффектом присутствия. И будто бы эффектом соучастия. Сергей Быковский, Влад Кольцов, телеканал Первый областной. Это все новости на сегодня. В студии был Олег Рудаков. До свидания. Папа, а что такое ГОСТ? А ГОСТ, сынок, это когда колбаса сделана по традиционным рецептам, из натуральных продуктов и очень вкусная. То, что она вкусная, это я уже понял. Колбаса Докторская ГОСТ. Брянский мясокомбинат. Всегда вкусно. У МВД информирует, как не стать жертвой мошенников. Как действуют злоумышленники? Неизвестные представляются работниками банков, сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о подозрительных операциях на счетах жертвы, снятии или переводе денег, взятии на ее имя кредита. А далее настоятельно рекомендуют перевести деньги на безопасные счета или взять кредит. Не верьте, это мошенники. Запомните, ни один работник банка или сотрудник правоохранительных органов никогда не даст таких рекомендаций, не будет побуждать перевести деньги и не имеет права запрашивать информацию, позволяющую получить доступ к счетам или банковской карте гражданина. Не выполняйте никаких действий и положите трубку. Обратите внимание, злоумышленники могут использовать подменные номера, принадлежащие официальным организациям. Современные технологии позволяют это делать. Перезвоните в банк или полицию по номерам телефонов, указанным на карте или официальном сайте, обязательно набрав их заново, собственноручно. Во всех ситуациях, вызывающих сомнения, позвоните людям, которым доверяете, или в полицию по номеру 02 или 102 и проконсультируйтесь с сотрудниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте! О прогнозе погоды в Орле и Орловской области расскажу вам я, Катерина Ясная. Праздник хаоса и беспорядка ли день Пандемониума? Ежегодный праздник, который отмечают 14 июля. Пандемониум – это понятие, пришедшее из греческой мифологии, обозначает место сборища темных сил, злых духов и чудовищ. Инициаторы считают, что день Пандемониума позволяет понять, что нормально иногда выйти за рамки, перевернуть мысли вверх дном. Именно такая раскованность, как глоток свежего воздуха, полезна в работе и творчестве. Попробовать все делать не по правилам. Вот главный девиз дня, только все должно быть в рамках закона. Помните об этом, поддаваясь безудержному веселью. Теперь прогнозы в нашей области. Погода демонстрирует хаос, вполне соответствующий празднику. Солнечное без дождей в Амценске, воздух раскалится до плюс 30, ночью плюс 25. В Ливнах тропическое лето, плюс 32, не хватает только морского бриза. Солнечно и сухо, ночью плюс 25. Плюс 31 в Болхове, солнечно, на дожди болховчанам рассчитывать не стоит. Вет в ночное время 25 градусов тепла. Бесконечно солнечное небо и в Орле, плюс 31 днем, ночью, как на курорте, 25 градусов тепла. Ветер еле заметный, восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Это был прогноз на очень жаркую среду, а Первый областной вещает новости в любую погоду. Всем отличного настроения и здоровья. До свидания. Ритуал сервис